Всем привет, друзья! Мы опять встретились с вами. Такие случаи курьезные встречаются в жизни пчеловодов, как грозы, молнии. Вот тут в журнале 1961 года номер один записали одну интересную статью «Удар молнии в улей» называется. Летом 1960 года выдалось на редкость засушливым. И вот однажды над горизонтом показалась черная туча. Она быстро увеличилась, скоро все небо почернело. И день превратился в ночь. Вдруг сверкнула молния, раздался гром. Одна из огненных стрел попала в улей пчеловода-любителя Опурина. Он сразу же пригласил меня на помощь. Картина была следующая. Крыша уля валялась в трех метрах. Магазинная надставка разбита в щепки. Полурамки с медом расплавлены. Шесть гнездовых рамок вместе с пчелами были превращены в месиво. Проволока сгорела. Удивительно, что другие шесть гнездовых рамок остались неповрежденными. Пчелы на них занимались обычной работой. А матка откладывала яйца. Мы тут же переселили семью в новый улей. К осени она достаточно крепло обеспечила себя кормом. Каких-либо отклонений в поведении пчел не наблюдалось. Вот такая небольшая статейка, друзья. Будьте внимательны, что такое случается. Это жизненные обстоятельства. Вот. И мы должны быть во время дождя тоже очень аккуратны, чтобы не попало ни в нас, ни в улья, ни в пчел. Читаем еще одну статью, весьма интересную тоже. Часто на пасеках случается заражение разных сортов. И соты приходится дезинфицировать. Ну, кто-то делает эту работу, обеззараживает соты, кто-то не делает. Скажу, что это весьма и весьма очень важный процесс. Если вы не будете обеззараживать соты, не будете производить чистую работу с чистыми сотами, с чистой овощиной, то у вас не будет успешный бизнес. Итак, статья называется «Дезинфекция сотов в бане». Часто восковая моль причиняет большой ущерб. Особенно трудно сохранить соты, у которых имеется перга. Для того, чтобы сохранить соты от восковой моли, я уже ряд лет делаю очень простую дезинфекцию опытом, который и хочу поделиться с другими пчеловодами. Делаю это так. Обычную деревянную баню вытапливаю, как для мытья. Затем вешаю в ней все свободные сотовые рамки с таким расчетом, чтобы более темные соты оказались выше, то есть в более теплом месте, а соты посветлее ниже. После этого двери бани плотно закрываю и даю пар. Но немного больше, чем для мытья людей, чтобы верхняя часть бани температуры поднялась до 60 градусов. То есть желательно, чтобы там был градусничек и чтобы вы так заглянули и глянули, какая температура. В течение 8-10 минут температура снизится на 4-5 градусов, то есть 55-56 градусов. При такой температуре соты оставляю не менее как на 2 часа. После этого соты хранятся обычным способом. Такое подогревание сотов уничтожает моль в любой стадии развития взрослые бабочки, куколки, личинки и яйца. Надо полагать, что такая подогревательная дезинфекция сотов уничтожает и других паразитов пчел и воска, а также некоторых возбудителей болезней пчел и расплода. Особенно интересное явление получается при описании подогревания перговых сотов. Перга покрывается клейкообразной массой, которая предохраняет ее от плесени и высыхания. Такая перга хорошо сохраняется весь зимний период и весной охотно используется пчелами для кормления расплода. Как всем известно, температурный эффект применяется также для обеззараживания от клеща воротоза, где температура достигается 47 градусов. Итак, если вы поставите, это было написано в 61 году в журнале, в то время еще тогда не было этого клеща, не наблюдалось. Я уже помню при моей практике, когда мне было уже лет 20 с лишним, появился клещ. То есть, таким образом вы можете обрабатывать все рамки, даже если что-то на них и осталось от клеща или клещи, то они будут все уничтожены. И 55-56 градусов не выдерживает ни одна живая тварь. Итак, друзья, весьма интересный этот способ. Я думаю, у нас у русских есть зачастую многих бани на Украине и Финляндии. Во многих местах наши люди любят попариться. Попариться в сауне, так сказать. Даже в Америке тут есть специальные такие бассейны с саунами. Вот. Даже я встречал тут и Финов, который показывал мне, он тут уже, как говорится, акклиматизировался в Америке, что он построил баньку, заходит и, пожалуйста, посмотри, приходи, попарься. Итак, друзья, вот такая информация есть еще. Это весьма правильная, интересная информация, которую я подобрал для вас. Она вам пригодится. Еще небольшая информация. Эта информация говорит о растении котовник, особенности котовника. Он весьма сходен с мелиссой и запах часто лимонный у него похож на мелиссу, но некоторые различия у него есть. Я прочитаю небольшая статейка. Котовник лимонный ничем не уступает мелисе, но имеет перед ней то преимущество, что его запах они выносят мыши. Это доказывают следующие факты. У меня в доме в синях и хлевах расплодились мыши. Чтобы избавиться от них, я разбросал в синях мякину, оставшуюся от провеивания семян котовника. В мякине оставались и несозревшие семена. На следующий день я увидел в синях двух мертвых мышей. А позднее снова обнаружил уже несколько мертвых мышей. Тогда я разбросал мякину еще в клеве и омшанники, где находились норки, забивал их свернутыми в жгутих ветками котовника. В одном из клевов находился большой ящик с книгами, имеющий доступ для мышей, и книги были погрызены. Их я также пересыпал мякиной котовника. Через 15 дней мыши совсем исчезли. Место мякины можно применять срезанные в конце сентября или в начале октября ветки котовника вместе с листьями и частично оставшимися несозревшими семенами. Благодаря применению котовника я с 1958 года совершенно избавился от мышей. Это журнал 1961. В течение двух лет он старший зоотехник по пчеловодству Саратовской области в городе Пугачев. То есть это не просто человек, а зоотехник, который окончил специальную технику и занимал инженерную должность. Итак, друзья, еще одна интересная тема, которая всегда волнует, это вопросы и ответы, которые задают пчеловоды и в журналах зачастую отвечают. Я вам прочитаю, чем занимаются тут пчеловоды и что они задают. Я хочу переселить семью из обычного уля со стандартными рамками 435 на 300, в многокорпусной улей с уменьшенными рамками 435 на 230. То есть с Додановской на 300 мм на 230 рутовскую рамку. Как это лучше сделать? Переселять пчел надо ранее весной и в теплый, тихий, солнечный день. Улей с пчелами отставьте в сторону. На его место установите многокорпусный улей. Ну, вернее, один этаж или сколько у вас там будет. Ну, это ранее весной, по-видимому, один корпус. Найдите матку, накройте ее на соте колпачком или посадите в клеточку до конца работы. Ну, чтобы не потерять матку и не случилось никакой проблемы, потому что летают шмели и разные осы, которые могут схватить или даже она может упасть и потеряться. Последовательно с каждой рамки стряхните пчел, отпилите снизу часть боковых брусков, отмерив от верхнего и рамки 230 мм. Подрежьте сот до уровня отпиленных брусков, вставьте нижний брусок рамки и прибейте ее двумя гвоздями. По окончании всей работы выпустите матку. Какими особенностями отличаются дикие пчелы, живущие в лесах Дальнего Востока? Может, кто-то не знал? Ну, тут человек, Никольский, Тульская область, с под Москвой, как говорится, задает такой вопрос. Ответ. В лесах Дальнего Востока живут семьи пчел, относящиеся к иному виду, чем наша обычная. Дикая дальневосточная пчела называется Апис индика. А наши обычные пчелы – Апис мелифира. То есть, это латинские имена. По данным Лаврехина, изучавшего особенности диких дальневосточных пчел, они мельче обычной медоносной пчелы. Пчелиные ячейки медоносных пчел близки по размерам к трутневым ячейкам диких дальневосточных. То есть, трутни у них такие, как пчелы у нашей нормальной пчелы. Эти пчелы обладают способностью делать короткие вылеты, облеты при температурах, лишь немного превышающих 0 градусов, когда медоносная пчела совсем не вылетает. Вот такие вот интересные особенности. Имеются интересные отличия и в размножении пчел. Они не выводят с вещевых маток. Печатая трутневые ячейки с расплодом, оставляет их в середине круглые отверстия и другое. То есть, не до конца запечатают трутневые ячейки, когда расплод уже готовый. Ну, такой стиль у них. Использование диких дальневосточных пчел затрудняется тем, что они очень часто слетают, покидая гнездо с расплодом. По количеству пчел, составляющих семью и сбору меда, дикие дальневосточные пчелы уступают нашим медоносным пчелам. Вот такая информация. Люди производили в свое время опыт. Ну, возможно, она заинтересует еще кое-кого в настоящее время, живущих на Дальнем Востоке, Приморье. Потому что пчеловодство развивается, знание о пчелах увеличивается. И лед пчел при нулевой температуре это уже много значит. И далее читаем. На какое максимальное расстояние от уля могут летать пчелы? Ответ. Продуктивный лед пчел считается в радиусе до 2 километров. Однако известны случаи, когда пчелы летали на медоносы, удаленные от пасеки на 4 и 5 километров. На такие расстояния пчелы летают в тех случаях, когда полностью отсутствует взяток поблизости. Чем дальше вынуждены пчелы летать за взятком, тем больше участник тара они расходуют на перелет. И меньше его приносят в улей. Поэтому следует подвозить пчел к посевам и посадкам медоносов во всех случаях, когда посев удален от пасеки более чем на 2 километра. В одном из опытов пасеку поставили в середине огромного поля Люцерны и почитали число пчел, посещавших цветки, на разных расстояниях от пасеки. Больше всего пчел оказалось на расстоянии 0,75 километра. Но это более продуктивный, так сказать, вариант. Пчелы, как тут написано, могут летать и до 4, и до 5 километров и дальше. Вопрос. Как отыскать пчелиной семье старую матку, если требуется заменить молодой? Ответ. Период роста семьи, особенно небольшой, матку отыскать нетрудно, если внимательно осматривать рамку за рамкой и пчелы спокойны. Обычно ее находят на соте с яйцами. В разгар же лета в роевую пару или перед главным взятком отыскать матку труднее. Иногда для этого каждый сот приходится осматривать по несколько раз. Чтобы ускорить процесс обнаружения матки в середину гнезда сильной семьи, надо поставить сот из правильно отстроенных пчелиных ячеек. Весной это коричневый, летом свежеотстроенный. Сбрызнуть жидким сахарным сиропом. Спустя 2 дня не более гнездо этой семьи открывают до рамки, стоящей рядом с контрольной. И все рамки поочередно, одну за другой, быстро, но осторожно отодвигают в сторону, не вынимая их из улья. То есть, если вы видите, что это ваша рамочка стоит здесь, а это то, что вы подставили, а это вот, которая кроющая. То все рамки, которые стоят до этого, до этой рамочки, спокойно отодвигают дальше, 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 дальше. И, доходя до этой, не вынимают их, просто передвигают и стараются не дымить. Тогда берут вот эту рамочку, осматривают, и другую, вот эту центральную, на которой должно быть засеял. Итак, смотрим дальше, что они тут говорят. И все рамки поочередно, одну за другой, быстро, но осторожно отодвигают в сторону, не вынимая их из улья. Вслед за ними немного отодвигают контрольную рамку, а затем вынимают ее. Матку, как правило, обнаруживают на этом соте за откладкой яиц. Дымарем во время этой операции не надо по возможности пользоваться. Знаете почему? Имея свой опыт, также скажу вам, что когда вы подымили, то матка зачастую падает на дно и сбегает то ли в одну сторону на стенку крайнюю, то ли на другую сторону стенку крайнюю. И прячется, и ее очень трудно найти. Поэтому, если пчелы не, так сказать, невозбужденные, аккуратно смотрите, и ваша задача найти матку, но не выбрать медок. Если медок, то можете дымить, струсивать всех пчел, то вам нет проблем. А если ищите матку, то старайтесь не дымить. И желательно, чтобы этот период, как тут написано, в разгар дня, тут написано в разгар лета, ну, в середине дня, когда пчелы, в основном, летные, пошли за взятком. И когда тепло, и пчелы, они сильно агрессивные. Вот эти два варианта надо иметь в виду. Тепло, чтобы было, и середина дня. Есть ли разница между молочком, вопрос, который пчелы дают маточной личинке, и молочком для трутневых личинок? Ответ. Да, разница имеется, как в химическом составе, так и в биологических свойствах. В приведенных опытах, личинок трутней переносили в маточники, личинок трутней переносили в маточник, из которого удаляли личинку матки такого же возраста. Личинка трутня погибала, имея маточный корм. Вопрос. Тоже интересный. Почему у осы сильнее яд? Если ужалит пчела, то боль и жжение ощущается в несколько минут. А если оса, то несколько дней. Ответ. При ответе на этот вопрос надо уточнить, о каком виде осы идет речь. В СССР обитает несколько видов ос, живущих семьями. Представители этой группы ос являются шершень. Он намного крупнее пчелы и при ужалении вводит в тело значительно больше яда, чем пчела. Поэтому его ужаление крайне болезненное и вызывает очень сильную реакцию. Другие виды общественных ос не так крупны, но среди них есть виды крупнее пчелы. Тем не менее, их яды по составу и свойству близки пчелиному. Разница заключается главным образом в количестве яда, вводимого при ужалении. Тут имеется в виду по укусу, но не по медицинскому составу. Потому что по медицинскому составу, по полезным ядам считаются пчелиный яд и кобры. Вот эти яды, они по лечению, по медицине проходят одинаково практически. И далее читаем. Что тут? Если сравнить действия жареных пчелы и осы на человека, не привыкших к действию этих ядов, то очень большой разницы в реакции организма не будет. Напротив, организм опытного человода, привыкшего к действию пчелиного яда, реагирует на него значительно слабее, чем организм человека, не имеющего тела, дела с пчелами. Это хорошо известный факт, получивший название иммунитета к пчелиному яду. Пчеловод, естественно, не обладает таким же иммунитетом к яду ос. И поэтому ужаление осы вызывает у него более сильную реакцию, и он дольше ощущает боль и жжение, чем после ужаления пчелы. Вот такие были вопросы. Хочу еще сказать из опыта моего тестя. В свое время он жил в Казахстане, и в Казахстане там крыши были крыты соломой. Ему досталось, так сказать, такой небольшой домик, или, как сказать, жилище для животных. И он полез что-то там поправлять на крыше соломы или протекало. Ну и случайно это же такая, знаете, крыша, ну, как сказать, ну, не твердого устоя. Он что-то там уселся на что-то. А оказалось, что было гнездо ос. Они так его нажигали, эти осы, что он, ну, так сказать, слез оттуда, был очень сильно недовольный. Вернее, слетел. Ну, что случилось дальше с ним, восьма интересно. В Казахстане существует такой паук-каракут. То есть, черная смерть, он черный. Он и здесь, в нашей местности есть, в Соединенных Штатах, где я живу, у меня на подворье есть он. Вот. И в свое время эта матка, если она укусит, то человека бывает смертельно. И вот на следующий день он проходил в этот сарайчик и открыл дверь. И этот черный каракут прыгнул ему на руку и укусил за руку. Конечно, он испугался. И что произошло с ним в это время? В это время с ним произошло, при ярком солнечном дне он перестал видеть. В голове усилился давление и шум, и, так сказать, сердце стало бить, как в бочке. Бу-бу-бу-бу. Он, естественно, быстренько сориентировался, где прилечь. Там была лавочка и сразу лег на лавочку. Вот. В течение полчаса он ничего не видел, лежал с окрытыми глазами. Но потом стало у него проясняться зрение, он увидел. И сейчас, слава Богу, ему 90 с лишним лет, он еще живой и царствует. Так сказать, живет, ходит в здравом смысле. К чему я эту речь веду, друзья? Я веду эту речь к тому, что он получил иммунитет даже от ОС, прежде чем получить ужаление от этого смертельного паука. Хочу сказать, что у меня дети тоже получали ужаление. И здесь мою дочку укусила кобра в Саут-Карлане, в США, в ногу. Когда они поехали в госпиталь, они говорят, ну, мы ничего не можем помочь. Нога опухла до колена. Говорят, ну, это была молодая кобра. Ну, естественно, мы были верующими, естественно, молились Богу. И она по себе, дочка живая, и она не умерла. То есть, хочу сказать, применяйте все меры, которые вам доступны. Если у вас что-то случилось, быстро молитесь Богу. Если есть возможность какой-то укол сделать в госпитале, который противоядие, есть возможность поступать и так. Не дай Бог вам таких случаев. До встречи, подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших комментариев. Продолжение следует...